Здравствуйте, дорогие мардусцы! Спасибо, что смотрите нас, спасибо, что задаете свои вопросы, спасибо, что вам не безразлично то, что происходит в нашем городе. Добрый день, уважаемый мэр! Мы продолжим отвечать на наши поступившие к нам вопросы. Итак, наверное, первый вопрос. Этот вопрос нам задал не один человек. Этот вопрос нам поступал и по телефону, и путем электронной почты. Вопрос следующий. Газета «Мардусская панорама» не приходит во многие дома, в Калавейра и Муках. Почему это происходит и как город намерен решить проблему? Добрый день, уважаемые мардусцы! С удовольствием продолжаю отвечать на ваши вопросы, которые очень интересные и такие злободневные. Поэтому наш диалог очень конструктивно складывается, и, конечно же, мы готовы отвечать на все ваши вопросы. Мардусская панорама. Чудеса чудес. Мы в прошлом году увеличили вдвое количество экземпляров, тираж выпускаемой газеты, а жалобы все равно продолжаются. Что мы сейчас сделали? Мы сделали и другим фирмам, которые занимаются распространением газет, свои предложения по этой услуге. И следующий выпуск с этой газеты, который будет порядка 20 февраля, я уверен, что уже во все дома газета будет доставлена. Потому что, в общем-то, это зависит от качества именно той фирмы, которая занимается распространением газет. Ну, мы считаем, что раз какое-то предприятие не справляется со своими обязанностями, то его нужно, конечно же, менять. И новые предложения мы уже принимаем. И качество распространения газет будет на высоте. Я в этом уверен. Вот такой еще вопрос, что многие, которые звонили, они говорили, что для пожилых жителей газета является единственным источником информации, где они могут узнать о том, что происходит в городе, получить какой-то анонс в мероприятии. Такой вопрос, что если по какой-то причине газета в почтовый ящик не поступила горожанам, то есть ли у них возможность эту газету где-то потом получить бесплатно на руки? Помимо того, что у нас должны распространяться в каждый почтовый ящик, и они будут распространяться в каждый почтовый ящик, есть еще возможность получить в местах общедоступных, такие как наш Вабай, Кескус Кемик, Т12Б, как наша Гору Права, Каосма-1, и в нашем клубе, по-старому называю Враг Фомая, в котором тоже находится там порядка 50-60 газет, которые именно для того, чтобы люди приходят, берут, и по каким-то причинам им в другом месте не досталось приходить, и там можно будет взять эту газету. Отвечает ли про действительность этот факт, что теперь Мартуская газета у нас есть и в Фейсбуке? Да, она есть в Фейсбуке, и я знаю, что особенно молодое поколение уже не любит читать, как говорится, с листа, а такая возможность есть – прочитать все, что там написано и в Фейсбуке. Следующий вопрос касательно, он поступил от Игоря. Игорь недоволен тем, как работает почтовая контора в Максиме 2Х. Говорит, что там постоянные очереди, работники не заботятся о своих клиентах. Можно ли как-то эту ситуацию изменить? Может ли в городе быть вторая контора, например? Мы бы с удовольствием сделали в городе и вторую, и третью контору, но, к сожалению, почта не относится к управлению со стороны самоуправления. Почта является государственным предприятием, и мы можем туда только пойти и попросить или указать на те недостатки, которые там осуществляются, осуществляются, ежели такие существуют. Конечно, я с удовольствием имел в городе два почтовых отделения и на северный квартал, и вот старый район города, где сейчас максимум находится почтовая контора. Но, к сожалению, от нас это не зависит. Тут еще несколько таких моментов, при которых я считаю, что возможно улучшить обслуживание населения. Это наличие банкоматов. На них тоже приходят жалобы. Мне люди так говорят, по телефону звонят, пока здесь письмах официальных не было, но я знаю, что проблемы существуют, мы над ними работаем. Но, опять же, повторю, что мы не можем указывать государственным предприятиям или Светбанку, где и как распространять. Мы их делаем им заявление, убедительно просим в этом. Пойдут на встречу, хорошо, но мы будем просить до тех пор, пока они не придут нам на встречу жителям города, вернее. Хорошо, спасибо большое за ответ. Следующий вопрос поступил от Олега. Хотелось бы спросить у Владимира Васильевича, когда начнется прокладка городской канализации и освещение на улице Пирни-Пупоиста, на участке от Креги-Пупоиста в сторону улицы Альтмеца. Я слышал, что город судится с собственником дороги. Поэтому я хочу спросить, есть ли надежда, что в новом, в этом году дело тронется с мертвой точки? Спасибо за ответ. Видно такой наболевший вопрос, что его присылают при каждой информации, которую мы даем жителям города, каждый раз этот вопрос есть. Но мы будем отвечать столько раз, сколько необходимо, сколько раз будет задавать вопрос. Еще раз говорю, что земля, дорога, которая там находится в этом районе, она принадлежит частному владельцу. И город в прошлом году начал судиться по принудительному отчуждению этой земли. Могу даже суммы назвать, что где-то оценочная стоимость этого объекта от 50 до 70 тысяч, который город готов заплатить. Но владелец фирмы пытается с города потребовать, вернее требует уже в разы больше. Каких средств у города, конечно, нет для того, чтобы выкупить маленький отрезок дороги. Так что сейчас идет процесс принудительного отчуждения, но в то же время этот процесс может затянуться. И мы в этом месяце пошли уже другим путем. Мы обеспечиваем принудительное владение теми канализационными трубами, которые находятся под этой дорогой. Что это означает? Это означает, что та фирма, которая владеет этими трубами, мы ее в судебном порядке вынуждаем осуществлять нормальное обслуживание тех жителей, которые там находятся. То есть вода канализации. Этот район очень большой и по генеральному проекту, который там существует, там может быть значительно большее количество домов, чем сейчас. Поэтому это тормозит развитие города, тормозит продажу тех участков потенциальным жителям города, которые являются многоплательщиками. Поэтому мы очень заинтересованы, чтобы и этот район, и там у нас еще есть в районе Мурга такие районы, чтобы они скорее разрешились. Поэтому таким путем сейчас пойдет, что принудительного принуждаем к владению этими коммуникациями, которые лежат под теми трубами, которые принадлежат частным лицам. То есть надежда есть, что в этом году дело все-таки с мертвой точки? Надежда есть, потому что тем более, что эти трубы принадлежат другой частной фирме, которая как раз хочет развивать, не коммерческое образование, она как раз хочет развивать этот регион совместно с нами. А владелец дорог просит такую непомерную сумму денег, которую город просто не в состоянии заплатить. Следующий вопрос поступил от сразу, целый ряд жителей подписались под этим вопросом. Вопрос звучит следующим образом. Несколько лет назад отрезок дороги между Калаверте и Иунапу белосновательно отремонтирован. К сожалению, с обновлением асфальтного покрытия исчезают так называемые лежачие полицейские. Просим установить их заново, так как водители нарушают скоростной режим, что создает большой риск для пешеходов и других участников дорожных движений. Одна позитивная информация из этого вопроса есть, что дороги все-таки хорошо сделаны, что там можно гоняться с любой скоростью. Но не надо этого делать, там все-таки знаки стоят. Это во-первых. Второе, что-то я не пойму, мы эту канализацию там сделали уже лет 5-6 назад, и почему до сих пор нету там лежащих полицейских, которые ограничивают как раз проезд таким лихачам. Для меня это, конечно же, непонятно. Ответ короткий. В мае будет сделано. Хорошо, спасибо большое. Следующий вопрос поступил от Сергея. Сергей спрашивает. Здравствуйте, уважаемый мэр города Марду. Во дворе по адресу Орумец 9 и Орумец 7 нет детской площадки. Хоть деток живет очень много. Дети гуляют во дворе, им нечем заняться. Так как на скамейке, где должна быть площадка, сидят непристойные люди с хомоватым поведением, распивают спиртные напитки. Ну и там дальше описание проблемы. Не будем ее зачитывать. Родители, к сожалению, не всегда могут пойти с детьми в другую дворную площадку. Будет очень здорово, если в нашем дворе появится площадка для детей. Таких писем оно не первое. И по телефону, естественно, тоже приходят такие сообщения. И по социальным сетям мне пишут люди, что, я сейчас только на скидку скажу, по-моему, это было Веру 8, Веру 4, Ринги. Еще Ринги 54, Ринги 54. Очень много таких. Значит, ребята, поймите, что город не может просто ни в состоянии без бюджетных средств, ни менее такого количества бюджетных средств построить. В каждом дворе детскую площадку, которая стоит, там, порядка, приличная площадка, стоит порядка 15-20 тысяч. Ну, 10 хотя бы, чтобы такую самую минимальную сделать. Поэтому мы взяли направление на то, чтобы строить крупные площадки в таких доступных центрах. Но вот первая крупная площадка, которую мы будем делать, это во дворе улиц Между Веру и Нурга. Там у нас запланировано. Что могут делать таким случаем жильцы этих домов? Особенно там, где есть товарищество. У нас же есть этот фонд, который предполагает совместе с товариществом развитие своей территории, дворовых площадок. Там можно расширить парковку, можно установить камеры видеонаблюдения, можно построить детскую площадку. Поэтому обращайтесь к нам и совместно с вами город может финансировать вашу идею, ваше желание до 3 тысяч. Например, у вас площадка или какое-то другое мероприятие стоит 6 тысяч, город выдает максимально половину, 3 тысячи. Если стоит 5 тысяч, то, соответственно, 2,5 тысячи. 50% выделяет город на ваши идеи, но не более 3 тысяч. В этом году в бюджете заложено 30 тысяч евро. Я думаю, что, исходя из предложений прошлого года, которые еле-еле хватило на все заявки, то в апрельском дополнительном бюджете мы увеличим эту сумму где-то до 40-50 тысяч, так, чтобы все заявки, которые нам придут, были удовлетворены, что совместно с городом жильцы домов могут себе построить ту или иную какую-то детскую площадку, или еще парковку, или что угодно, которая улучшит качество их жизни. Последний вопрос также поступил от Сергея, который живет на уровне ЦД 9,7 на том вот перекрестке. Еще одна проблема нашего двора в том, что он проездной, и водители машины, обращая внимание на знак, едут с очень большой скоростью. Только за прошлый год чуть не сбили около 7 детей взрослых. Может, возможно, поставить какое-то ограждение, или же какие-то иные средства применить. Страшно выпускать детей во двор. Очень надеемся на вашу помощь. Когда пришло это письмо, я отправил туда руководитель коммунального отдела, который занимается именно этими вопросами. И какое-то решение будет принято. Я там проехал тоже в этом регионе. Действительно, там сквозные улицы, при которых можно развивать скорость какую угодно. А так как у нас за знаками особо не наблюдает, вполне вероятно, что там довольно-таки опасно находиться детям. Поэтому какие-то меры по ограничению скорости будут приняты. Это будет или перекрыть полностью проезд каких-то дорог, или будет построение лежащих полицейских. Ну, хочу сказать, что они тоже немало стоят, но, тем не менее, безопасность наших детей и жителей, конечно, важнее. Любых средств, которые тогда пойдут на это благое дело. Спасибо большое за ответы на вопросы. Спасибо, дорогие Мартусы, что вы были с нами, за то, что следили, за то, что вам интересно то, что происходит в городе. Пожалуйста, присылайте свои вопросы, свои предложения, свою конструктивную критику на адрес электронной почты или на валицу. Или же сообщайте о проблемах по телефону 6060723. Всего доброго и до новых встреч!